Стремясь окружить вниманием и заботой семьи с приемными детьми, в канун Нового года Союз Женщин города Искитима успешно реализовал проект «Новый год в окошке». При подведении итогов присутствовала и наша съемочная группа. Союз деятельных, инициативных и неравнодушных женщин Искитима за круглым столом придумал, как приблизить праздник и приумножить счастье в семьях с приемными детьми. Новый год в окошке. Понятно, почему это. Это приятно, когда дети вместе с родителями оформляют. Это для тех, кто живет рядом, в окошко смотрит, готовится к Новому году. Мы обратились к Наталье Анатольевне Зайченко. Она возглавляет клуб приемных семей. С такой инициативой. Кто из приемных семей согласен участвовать в этом конкурсе? У нас в городе 25 приемных семей. Там более 70 ребятишек. 15 из них согласились участвовать в этой акции. География конкурса оказалась широкой и охватила весь Искитим, начиная с центра, включая улицу Третью и Звездковую, микрорайон Ложок, Южный и Северный микрорайоны. Участники указывали количество ребятишек в семье и удобное для визита время суток, светлое или темное при наличии иллюминации. Иллюминация у них должна быть. А потом они сказали, что самая главная фишка у нас будет с улицы. И вот с улицы, смотрите, какая прелесть. Дед Мороз лезет в окно. Вот он и есть, Новый год в окошке. То, что мы и хотели этим конкурсом увидеть. С восторгом и трепетом участники ждали визит жюри конкурса. Детский азарт подстегивал и взрослых. Семьи совместно фантазировали на тему Нового года. Клуб приемных родителей предложил поучаствовать в конкурсе. Мы откликнулись, согласились поучаствовать в конкурсе на новогоднее окно. Все, что где, подсмотрели, посмотрели, купили новогодние снежинки и переводки и сделали такое вот окно. Мы не участвуем в спортивных соревнованиях, потому что у нас она одна, маленькая, нас мало. А почему? Хотя бы в таких конкурсах поучаствовать можно. Поздравляю всех родителей, всех мамочек, всех детишек с наступающим Новым годом. Всем счастья, здоровья и удачи. Если в этой семье Яночка единственная дочь, то у Муштаевой Дашеньки целых семь сестер, пять из которых приемные. И все, дружно готовясь к Новому году, приняли участие в конкурсе. Лиля, Оля, Гита, Даша, Виталина, Геля, Ксюша, мама и я. Не только окна украсили девочки вместе с мамой. Они создали волшебную, уютную атмосферу праздника повсюду в доме. Оттого так приятно повзрослевшей Даше приезжать к маме в гости. Правда, вот сказка как будто какая-то, вот прям какой-то замок такой, у них такая атмосфера. Особенно вечерами, когда елка горит, я прям люблю к ним приезжать. Они смеются, хохочут, бегают. У нас было принято, ну это мы всей семьей наряжали елку. Это куча подарков под елкой. Это обязательно письма Деду Морозу. Это обязательно мама шла и выполняла все желания, которые мы просили у Деда Мороза. Ну это большой стол всяких вкусняшек. Мама всего и готовила нам постоянно. Ну так дома всегда встречали под куранты. То я вот тоже скучаю по детству. Я вот о том сейчас так завидую, что я вот понимаю, что вот они самые счастливые, у них лучше никогда не было и не будет. И им эту сказку только наша мама может подарить. Потому что я сама знаю, как мама старается, чтобы было все приятно, и чтобы было все хорошо. С гордостью и обожанием девочки говорят о своей маме, окружившей их заботой и любовью. Представляете их, сколько всеми нужно уроки сделать, у всех нужно проверить, у всех нужно портфели проверить, всех нужно собрать, всем погладить, всем приготовить. У нас мама, я не знаю, во сколько она часов, наверное, в пять утра просыпается, начинает бегуди крутить, начинает краситься и только потом им завтраки готовит. Мама, ну правда, она у нас вообще самая-самая-самая лучшая. И она самая добрая, и я добрее никогда никого не видела. У нее, правда, очень большое сердце и очень доброе сердце. И она у нас самая лучшая и самая красивая. И мы ее вообще очень сильно все любим. Письма дедушке Морозу с нехитрыми детскими желаниями уже лежат под елкой. Но мама Нина Петровна Муштаева и сама знает мечты и чаяния своих девочек. И как сказочная фея упорхнула из дому для их осуществления. В эту пору девочки дарят ей свои слова поздравлений. Дорогая моя мамочка, поздравляю тебя с Новым Годом. Желаю тебе здоровья прежде всего, счастья, долгих лет жизни, чтобы ты чувствовала себя нужной, любимой, чтобы ты никогда не оставалась в одиночестве. Потому что старость ты себе обеспечила хорошую. У тебя столько детей, и тебе точно будет кому подать стакан воды в старости. Я тебя очень сильно люблю и очень сильно ценю. Ты моя самая дорогая, ты моя самая родная. Ученицы не боялись и были красивые. Вещанная ветка шайки, волшебные фанайки, и буши, и снежинки, и кубы, и динки. Вот с такими дружными и творческими семьями объединил и познакомил нас конкурс «Новый Год в окошке». Экспертные жюри встречали в каждом доме сюрпризы и приятные неожиданности, изготовленные в первую очередь детьми в семейном кругу. Подводя итоги, первое место присудили семье Игнатьевых. Второе место заняла семья Зайченко. Третье место поделили семьи Вендерских, Капля, Бересневых. Работают с нами социальные партнеры. Я могу назвать генерального спонсора. Это МОП ЦУМ Викторий Иванович. Он делает три больших подарка. Первый подарок – это сертификат на 5 тысяч за первое место. Второй сертификат – это на посещение кафе в ЦУМе семьи на сумму 3 тысячи рублей. И третий сертификат тоже на 2 тысячи. Плюс наши социальные партнеры. Ирина Ивановна Дятлова, Маргарита Владимировна Овчинникова, Виктория Побединская, Сергей Васильевич Порох и так далее, Лариса Владимировна Блинова. Они приготовили сертификаты и еще ряд граждан нашего города купили сладкие призы. То есть все до единого семьи получат благодарственные письма, грамоты и сладкие призы, которые мы будем вручать 4 января на елке в парке. Там будет проводиться каникул как раз елка для ребятишек, многодетных и детей из приемных семей. А я поздравляю всех с Новым годом. И хочу сказать, что у женсовета, у всех женщин, которые работают в этом замечательном органе, сердца всегда открыты для тех, кому они нужны. Всем счастья, здоровья и любви!